Я напомнила, что может быть стоит сказать, кто у нас где работает, потому что я не историк, не зловист и даже не скандиналист. Я работаю на кафедре германских и физико-экономологии, на филологическом факультете МИЗУ. И хочу сказать, что у нас на кафедре вы были очень расстроганы и благодарны вам за то, что вы посвящаете эту конференцию по идее народного. Я хочу сказать, что вы были на кафедре. Спасибо за это. Еще раз о старой германии Дрейере и двух грамотах Ярослава. Двух грамотах Ярослава я рассказывала и пишу не еще один раз, а уже несколько раз. Наверное, коллеги уже многое видели и читали. В прошлый раз мне приходилось представлять здесь историю переписки Дрейера с нашим Миллером по поводу грамот старой грамоты Ярослава. И там в центре стояло их обсуждение, собственно, на самой грамоте. А сегодня у меня немножко другой аспект. И в конце, наверное, моего выступления, я думаю, что вы все поймете, в чем состоит интрика и даже какой-то мрачный мотив, с которым я решила об этом рассказать. Напомню основные исходные моменты. Договор Новгорода с Ригой любят коллегодским берегом, то есть фактически с городом Гриспилл 1269 года. Это часто его называют грамоты Ярослава. Он сегодня известен в двух нижненемецких списках. Это переводы древнерусского оригинала. Самой этой древнерусской головной грамотой не сохранилась или нет в Новгороде. Не Бузбюр, Бизбюр. А вот из переводов один рукопись Л, то есть Любекская рукопись находилась в Любекском архиве, как и полагается. Но после окончания войны она с другими перемещенными ценностями оказалась в Москве и теперь находится в Аргаде. Второй экземпляр, также происходящий из Любека, был коротко обнаружен, потом обнаружен заново, уже через много лет опять. И сейчас известно, наконец, что он находится в Станкт-Петербурге, куда он попал в XVIII веке в качестве дара Академии наук. Как письменный источник по истории договор 1269 года был одним из любимчиков историков. Как мне кажется, ему было посвящено много работ и о нем было много даже дискуссий. Можно отметить, что началось это в 1830 году, там Саториус его публиковал, потом в Лире Грэнсе в 1937, потом в Любекском архиве, который издавался начиная с 1943 года, и, наконец, в Ливонско-Ислянске, Курлянске, 1853 года, на Берске 1868 и так далее. Одно из новых обращений в 80-х годах прошлого века, скажем, Леонид Александрович Рыбин и так далее. Это, однако, относится только к Любекской рукописи. А вот что касается петербургской рукописи, то вся вот эта научная активность практически прошла мимо нее. Для этого была своя причина, потому что в 1760-х годах Дрейер, о ком еще будет речь, который стоял во главе архива в городе Любеке, будучи его и синяком, подарил эту рукопись Академии наук в Санкт-Петербурге. Исторические обстоятельства этого дарения, о которых тоже я уже говорила, но в другой связи раскрываются в серии писем между Дрейером и, прошу, секретарем Академии наук, Миллером, который, как известно, тоже немецкого происхождения. Несколько источников, которые здесь используются. Это письмо, которое в виде фотокопии находится в Акаде и лежит вместе с первой грамотой Ярослава, то есть Людек Стрелл пописен. Несколько писем Миллера Дрейеру, которые в 1762 году, то есть сразу после самого автодарения, были написаны и находятся в городской библиотеке города Людек. Вот это наши два автора. В московском архиве фотография, фотокопия письма Дрейера, как я уже сказала, сопровождает фотографию тоже Санкт-Петербургской рукописи. Сама рукопись, как я уже сказала, находится в Санкт-Петербурге. Дрейер пишет. Здесь перевод на английский, я думала убрать, потом решила, но, может быть, кому-то это интереснее почитать перевод на английский язык. Дрейер здесь пишет, сопровождая свое дарение, что в стешнем, то есть в Геолюбецком архиве, есть большое количество других документов, относящихся к русской истории, при помощи которых можно осветить историю торговли. И, в общем, таким образом это обещало хорошие научные перспективы. Письмо это, которое мы только что видели, написанное рукой Дрейера, относится к сентябрю, это 19 сентября 1761 года. Он также пишет интересную вещь, что он надеется, что коммуникацию, как он называет, собственно, вот этот поступок, и нам интересно, что значит это слово конкретно, не вызывает возражения со стороны его шефа, поймает Герн Огберен, нибудь больших затруднений, и связывает этот обдарение, как мы видим, с... Этваига, конечно, не, Этваига, с когда-либо, в общем, предполагаемым его принятием в Петеркурскую академию науки. Это вот письмо, которое, очевидно, было не первым письмом, потому что оно выглядит, в общем-то, немножко как текст, дописанный в догонку к какому-то основному письму. Возможно, это не первое упоминание, но здесь мы первый раз документально видим эту сцепку этих событий. Действительно, значит, очевидно, это не вызвало больших затруднений с его шефом, потому что само письмо, которое только что было на экране, оно, собственно, было написано за пять дней всего лишь до смерти этого самого его босса. Этот человек, Якоб Лейнен фон Плессен, вообще-то шведский обер-гоф-маршал, был профостом собора в городе Любике, и он умер 24 сентября 1961 года, а два месяца спустя на его место заступил сам Дрейер. Таким образом, трудности, если бы они и возникли, то они имели в данном случае шанс. По этому времени Дрейер уже имел несколько ключевых позиций, фактически он занял все ключевые позиции, которые имеют отношение к этой теме. Ну вот такие. Он стал профостом собора, он был вторым синдиком города Любика, а скоро стал и первым. Потом он также занимал профессорой в двух важных для этого города университетах, и в Киеве, и в Любике. И многочисленными семейными связями тоже был связан с важными людьми в Любике, так сказать, в государственной системе, и одновременно в научной. Научная сфера, которая его интересовала, и этих ключевых для него людей, была история права, в частности, история германского, как он считал права, источники для которых он искал в Северной Европе, и Новгород был одним из мест, с которым были связаны его надежды найти, как он считал, скандинавские следы, источники, которые он считал, последними источниками германского права. Это противовес римскому праву, с которым они в этом время боролись. План Дрейера сработал, и вот у вас на экране уже давно находится действительно выступление, представление, с которым выступил Миллер на заседании Академии наук, где он как раз и упоминает вот это дарение, и называет вот его, что ты сказал, монстравит антитвен диплома в римске с 12 века, и здесь тоже есть связка тех же двух фактов. Он упоминает компромиссы, с этой перспективой и совмещанием, что в дальнейшем другие последуют исторические документы, относящиеся к торговле России из архива Людекского архива. Это латинская формулировка, с которой Миллер выступил в Академии, повторяет то, что мы находим в немецких письмах абсолютно точно. Она превращается в какую-то официальную формулировку. Как мы видим, этот пересланный новгородский документ, эта грамота и обещания в будущем, еще дальнейшие подобные же вещи из архива. Метцу Тайлен, опять же, Метцу Тайлен нам интересно вообще просто вместе изучать или действительно что-то еще передать. Первый вопрос, который, в общем, меня в данном случае бы интересовал, обещался ли он подарить еще что-нибудь. И вы скоро поймете, почему этот вопрос может располагать. Я потеряла, конечно, всякие. Значит, 25 февраля 1962 года было повторное возвращение в Академию наук этому вопросу, где уже, как мы видим, уже речь идет о его принятии в Академии наук в качестве иностранного члена с одним и другим тоже вместе. И формулировка латинского, как мы видим, не только повторяет немецкое, но и дальше повторяется тоже в немецком, немецких текстах. Миллер пишет об этом событии, о том, что он был, что вопрос был проголосован, и он был единогласно принят. И это целое письмо, которое, если я хотела как-то что-то и сначала тоже показать, не только отдельные фразы, но здесь мы видим, что он уже сообщая Драйеру о результате его представления в Академии наук, тоже повторяет те же самые формулировки насчет обещания, в дальнейшем еще способствует получить какие-то другие документы из Дубецкого архива. Миллер отвечает за это иногда с очень такими вполне конкретными практическими соображениями. Например, он говорит, что поскольку этот диплом, о котором решение уже принято, и он будет за подписями, и дальше он подробно говорит со всеми титулами за подписью президента Академии графа Разумовского, не может быстро быть доставлен в связи с «надо ждать первых кораблей», я так понимаю, что надо было ждать навигации, в марте еще надо было, наверное, ее ждать. Он уверяет Драйеру, что если тот хочет уже сослаться в общественных местах в каких-то случаях на свое новое следствие, то данное письмо является официальным подтверждением того, что оно состоялось. Само письмо мы сравнивали, моя магистрант сравнивала с другими письмами того времени, тоже от Миллера и к Миллеру. Оно несет такие очень характерные признаки, как бы отходит от его обычных писем, просто научной переписки, в сторону такого официальной формулировки, что действительно каких-то официальных, правовых, вполне надежных положений. Он также пишет, что, правда, прошло время и даже уже осенью оказалось, что все-таки эти корабли не доставили дипломов любят. И видите, вот, с 63-го года он все еще пишет в Миллер, что ему было бы приятно узнать о том, что наконец-то документ был доставлен. Немножко о Драйере. Он был уже членом нескольких академий. В 58-м году, как мы видим, Копенгагенской королевской академии, в 58-м литературном обществе Дуйсбурга, в 61-м Баварской академии наук, и вот 62-й год, это факт вступления в академию в Санкт-Петербурге. Но и на этом еще не останавливается этот процесс. В 66-м он становится еще и членом Гюттингенской академии наук. Значит, факт дарения предшествует, просто вот совершенно плотною предшествует его принятию в Петербургскую академию наук. Не первый раз он использует эту схему, и, суть по всему, это не его изобретение, потому что его коллеги все как бы понимают и поддерживают, и Миллер тоже поддерживает ту же самую схему поведения. Например, вступая в Академию наук в Гюттингене, он сначала, за несколько лет, как мы видим, подарил туда целую большую коллекцию печатей, но и позже подарил документы, относящиеся к Любекскому городскому праву, но уже не самой Академии наук, а городу. Таким образом, есть такой взаимовыгодный какой-то вот объем, как мы видим. В переписке значится, что они предполагают начать, вообще они переписывают, связи уже есть и давно, но здесь говорится о том, что с появлением этой грамоты они надеются, конечно, на активизацию научных контактов. И Миллер, например, пишет, что он надеется, что, очевидно, его статья о Новгороде, которая была напечатана при содействии графа Корфа, наверное, уже известна. Это, по-моему, Дрейер тут, на самом деле. А, нет, он к Дрейеру также обращается с надеждой, что свершившийся факт его принятия и введение в научный оборот вот этой вот второй грамоты также даст и ему повод тоже выступить с каким-то научным сообщением по этой грамоте. Как вы видите, он здесь говорит, что, конечно, вы сможете сами ее оценить, но он тоже надеется сделать Айнеге Эрлойда Руэль. Совершенно очевидна надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Но под этим плодотворным сотрудничеством я хочу как бы обозначить надежду российской стороны поступить и получить еще другие документы из Любек. Из Любекского архива, да, они хотят субпрофитировать, надеемся, вот иметь, естественно, выгоду в научном плане. Я так не знаю. Здесь речь идет о совместной публикации, может быть, я постараюсь это лучше поскорее сказать. У Миллера, в его, вот за мной, в русской шейхте, да, в таком серийном издании его по русской истории идет дискуссия по поводу теории Драйера. Он нашел якобы упоминание литовского графа Игамина, его название, который называется русским королем. Но еще там есть один факт, который он как бы причисляет тоже к российской истории. Мы видим, что они уже переписываются, и Мир пишет, эта работа у нас уже идет, вот третья сверху, да, вот строка, она происходит, как бы проистекает с нашей стороны, то есть русская сторона активно участвует. Он участвует в проверке этой теории насчет гедемина, и он, и Корф, очень заинтересовались этим, потому что никаких упоминаний этого, это известный же случай, да, и никаких упоминаний до Драйера не было, поэтому была надежда, что это действительно какое-то открытие. Здесь интересен для нас такой факт, который характеризует, конечно, Миллера, он добросовестно просмотрел и проштудировал, так сказать, и четвертая строчка, и господи Штейнности, и Заховна к фруктловской резине. Эти надежды оказались бесплодными. Сарториус в 802 году дал и объяснение, каким образом получились вот эти вот бесплодные упоминания гедемина. он просто прямо нам говорит, что вот это вот господином Драйера Эрлейду Ох, он да фон гедемин, фон литау, он фон тратин, он и тратин, он и тратин, что она фарш, он да шоу, он фон айммэнь, фабритсье, то есть, что она является фальсификатом, просто какой-то монаха, и вообще история монаха или не монаха, она повторяется много раз, но вот такие некоторые ключевые исследователи в этой области в общем уже в начале XIII века называют фриджаками вот некоторые такие выступления Драйера. Драйер вообще часто выступает как фигурант таких научных исследований, критических исследований, посвященных проблеме фальсификации исторических документов. У него вообще двойственная, как я вижу, двойственная репутация. С одной стороны, он безумно плодолитый, хиропубликатор, ученый, теоретик, он строит очень большие теории, в прошлый раз я об этом немножко имела возможность сказать, а с другой стороны, по конкретным вопросам, именно когда он выставляет лякобы скандинавские источники по германскому праву, надеясь и утверждая даже, что вот, скажем, это очередной кодекс немецкого права, который не является переводом с латинского, и когда потом коллеги начинали вникать в эту проблематику, оказалось, что и данный документ тоже на самом деле является переводом с латинского, таким образом он часто просто ошибался в оценке источников и часто и фактологии. Есть целая литература о фальсификациях, которые принадлежат лично Дрееру. И здесь я привела просто три примера, как мы видим, один в конце 19 века, два уже в 20-м, последняя, наверное, многие из присутствующих знают это имя, Антик Катрин Грассман, до недавнего времени была, и много лет была, в общем, наверное, на месте Дреера, она была директором Лидерского архива. И мы видим, кстати, что в региональной, можно сказать, научной печати, то есть вот, как мы видим в изданиях, журналах и других серийных изданиях Юберского исторического общества или Ганзейских исторических листов и так далее, пишут об этом все время. Вот смотрите у Грассмана, еще одна фальсификация Дреера всплыла на божий свет. Своё дарение он называет Байгейнда-мембрана, ну и, естественно, вот этот пергамент, и говорит, что вообще он, собственно, научной стороне дарения посвящает своему письме только одно предложение. И вот оно перед нами, а довольно, ну так, по нескольку предложений, вот как раз всем сопутствующим фактом до вступления в Академию и так далее. Значит, во-первых, он пишет, что она содержит Альтас Крам в Новгороде Енсенс, и что это форфасунг, то есть, ну, встав, можно сказать, контора в Новгороде, и что вот он намеревается подарить её миллеру. Вот здесь, собственно, вся экологическая сторона заключена в одном предложении. На это вот с края хочу сейчас обратить тоже ваше внимание, хотя об этом как раз я уже рассказывала, что этот термин неправильен в отношении договоров. Речь же идёт, в общем-то, об одном из списков договоров. Дальше он пишет, «This is my eigen form», она моя собственность, эта грамота. Он утверждает, что он спас её из рук переплётчика, что в Любике, конечно, очень могло быть, в принципе. Она должна была быть предназначена для того, чтобы, значит, вот пойти на переплёт какой-то книги, и он говорит, что он её перецитатель в результате счастливого случая смог спасти. Встаёт вопрос. Положен даже, он спас её из рук переплётчика, но он является синдиком и вообще занимает все эти должности. Собственно, он является главным ключевым лицом, на печенье которого находится местный городской архив, и он не местный, он, в принципе, очень большой, региональный и важный исторический архив. Найди аграмоту, почему он не присутствовал фондом своего архива. Покопаться в этом вопросе, значит, я попробовала, обратившись к документам, которые в архиве лежат. Вот перечень, собственно, документов составляли коллеги, Драйер, и заканчивал он сам, можно сказать, что он является автором, сам вот первой описи архива. Это была эпоха, как мне там тоже подтвердили, в общем, первого такого научного осмысления, того, что они находят, имеют. То есть, реально просто вот документов, закрепляющих какие-то положения, собственность, там, исторические факты города, то есть реально, как бы биографии города, перенос вот этого всего, в сферу уже научного изучения систематизации, произошло в его время. поэтому вот этот индекс, как мы видим, здесь и написано, что том 2, вот здесь он завершен Йоганом Харлус, вот видите, внизу, Генрихом Драйером. Он, конечно, составляет несколько томов, и здесь во 2 томе 4 раздел включает в себя материалы по российской истории, вот это Рутеника. Я попробовала, в общем, первый, грамоты Ярослава в нем вообще найти нельзя, она там не упоминается. Есть такая вещь, как, например, новгородская скра, которая вроде бы на самом деле по другим признакам вот описания, имеется в виду здесь совсем не скра, а латинский проект договора грамоты Ярослава, но это вот самый, и есть тот самый вот аппаратус Рерум Русикавом, который находится в Любеке, из которого сунют дальнейшие дарить. Эта формулировка здесь повторяется, как мы видим, Миллером и в его латинских презентациях. И слово «коммуникацию» и немецкое «метайл» я бы хотела здесь поставить вместе. Они так называют то, на что они надеются в будущем. Как мы понимаем, ведь и латинское слово, и немецкое слово неоднозначны. Они оба одинаково неоднозначны. Они могут означать как-то сообщение, поделиться информацией, может быть, вместе публиковать. Можно понять в данном контексте. А может быть, они значат действительно просто предоставление в качестве дарения, просто пересылка какого-то документа. Контекст говорит о том, что имеется в виду именно второй. Значит, ни первой грамоты, ни второй грамоты нету. Они не упомянуты в этом регистре. То, что не упомянута вторая грамота, Ярослава Моглова подтверждает, что действительно она является его находкой. И тогда на его совести просто то, что он ее в профессиональный архив не принес. В этой книге, однако, есть и более поздние записи, как вы видите, вот обычно на правой стороне, то есть на как раз лицевых сторонах. Здесь вот есть по-немецки ее шифровка. Он пишет, под номером 5А и 5Б упоминает, во-первых, скру Петергофа в Новгороде, и во-вторых, под 5Б айцвайдесэксэнтаргэскра. Вот. Вообще, шифры Любикского архива, шифры, под которыми эти документы лежали в Любике, сегодня, в городах, где они лежат, уже немножко под другими шифрами, но вторые шифры все приняты, потому что они вообще даже, ну, естественно, они сохранены в описях, но они просто даже в своих старых конвертах и обложках лежат. Там нет никакого 5Б, но под номером 5 лежит никакая низкра, как раз оба эти договора. Причем 5 это договор Любикская рукопись, а под 5А упоминается вот та фотокопия Санкт-Петербургской рукописи, о которой я говорила вначале. Значит, здесь, безусловно, люди, которые вписали здесь справа вот профессионалы вот эти две записи, они какую-то путаницу тут продолжают, но начал эту путаницу, конечно, сам наш трейлер. А сколько минут? Отлично. Да, понятно, хорошо. Значит, я просто хочу обобщить вот то, что я уже показывала в прошлый раз. Он делает такую интересную вещь. Здесь в первых шести номерах рутеники Любикского архива, те, которые здесь обозначены синим словом штатуты, они как раз являются новгородской скрой, то есть уставом Гонзейского двора. Но он называет номер вот два, пять и шесть и называет словом скра те, которые собственно являются договором. Почему он распространяет это скандинавское слово на документы, которые этим термином никак называться не могут, я пыталась объяснить. раньше вижу в этом проявление его такой скандинавской теории, происхождение и вообще желание приподнять Новгород как место, где можно найти свидетельство и источники его пяти скандинавских, для него синоним германских еще текстов прав. Он в этом смысле превозносил Новгород, но со своими научными перспективами. Он опять пишет свои книги, поскольку купеческий совет в конторе свои разные конфликты решал, опираясь на любых права, то это было теми широкими дверями, через которые немецкое право планово в России. Хотя такой устав, конечно, не является правильником во внешнюю для конторы российскую действительность. вот эти два документа может быть я перейду тогда к проблеме. Значит, можно перечислить коротко вещи, которые называют довольно врачные сомнения. Мы видели определенные личные мотивы, с которыми было сделано это дарение. Мы видим со стороны Миллера тоже личные мотивы, желание приобщиться к этой научной теме. И в принципе есть и другие свидетельства со стороны Миллера. Но мы видим со стороны Миллера научную добросовестность. Мы видим со стороны Дрейера готовность пойти на серьезные натяжки, мягко говоря. Миллера. Я обращаюсь домой из тех трех авторов, которые писали о фальшивках, которые связаны с именем Дрейера. И поэтому естественно думаю все время, а не является ли вообще наша грамота может быть даже и неподлинным документом, что он не только неправомерно удержал ее, не только неправомерно подарил ее от своего имени, не только не очень красиво имел очень много выгод от этого и так далее, но что может быть она является даже и не совсем подлинным документом. Что говорит за это? За то, что возможно она не является подлинным документом. Ее оформление в общем-то отличается от всех остальных немецких грамот, а они всегда являются в данном случае словгородом только переводами на немецкий язык в ревне русского оригинала, то есть речь не идет о юридическом оригинальном договоре. Но даже и так по форме она, конечно, отличается. Письмо более книжного вида, как мы видим. Затем в предыдущей иллюстрации вы видели, что в ней есть цветные инициалы с чередованием красного и синего. Есть многие вещи, которые я лично не видела в аналогичных документах более поздней эпохи. Один из первых документов более поздней эпохи отношений. Я спрашивала об этом, конечно, в архиве города Любика и задавала все вопросы, связанные с темными моментами дарения. Первое. Никаких документов в архиве нету о том, что принималось какое-то решение дарения. Никаких нету записей о том, что Санкт-Петербургская рукопись там когда-либо находилась. Ну, в общем, и Дрейер тоже, как вам об этом говорит. Никаких нету там свидетельств о том, что ее собирались куда-то подарить. Затем я спрашивала, может ли вообще так выглядеть грамота, как вы считаете, скажем, у человека, который сидел практически на месте Дрейера господина Зимона, который, если вы знаете, что там система шифров вся сильно изменена, и у нас немало проблем с этим, вот эти изменения предпринял, он сказал, нет-нет, так может выглядеть. Я, конечно, сказала, а может так быть, что он вообще как-то вот нелегитимно ее подарил, мог он это сделать вообще даже незаконно, о, он все мог, а может ли это быть фальшивка, о, как угодно, сколько угодно, говорят мне, блюдики. Вот. Поэтому мы остаемся со своими силами, я только хочу коротко сейчас обозначить некоторые пункты. Вопрос. Почему, найдя в данную грамоту Ярославу переплетчика, хранитель городского архива ее не присутствовал к фону своего архива? Это дарение выглядит на фоне других подобных коммуникационов, которые он обещал, с какой-то определенной схемой. Действия Дрейера и его околонаучные мотивы в общем столь сомнительны. Есть, может быть, еще какие-то изъяны, связанные с этой грамотой, уж не подделка или вторая грамота Ярослава. Если мы посмотрим, как предыдущие ученые разбирались с этим вопросом, то Дрейер, скажем, приходит к таким выводам. Он в своей работе приводит целый перечень уже установленных классификации Дрейера и говорит, что это грамоты, которые были включены в любых скилл, кундун, бухи и прочее на основании одного лишь авторитета Дрейера. О них никто не знал раньше и они физически отсутствуют после, то есть ни до, ни после. Собирая все вместе, он заключает целым рядом наблюдений. Наша, например, тоже не включена ни в какие списки, как мы видели, ее тоже никто не видел ни до них после. Время говорит так, раз Дрейер указывает их как принадлежащие архиву в регистре, это к отношению относится, то это значит, что они должны были храниться в трезе, в трезе, то есть камера, которая находилась в башне Мариинской церкви, и до сих пор она жива-здоровая, архив там, в общем, и занимается этим, в нее никто не имел доступа, кроме самого Дрейера и секретарей магистрата. Когда Дрейер ушел с этой должности в начале, наверное, 19 века, еще долго туда тоже никто не мог ходить, до самого времени, когда уже ученые собрались в группу и стали изучать их для того, чтобы публиковать в фонденбук, а это было в первый раз, как я говорила, начиная с 1843 года. Поэтому, если из трезы были изъяты какие-то документы, говорит Дрейер, то это могло быть сделано только самим Дрейером. Но они вообще довольно резко тоже категорично судят в этом. Если такое подозрение имеет под собой основу, то бросается в глаза тот факт, что из многотысячного архива он сосредоточил свое внимание только на тех грамотах, о которых то, него никто не знал и именно они одновременно вызывают сомнения в подлинности. Вот это совпадение двух факторов. Он считает это совпадение указанием на то, что Дрейер эти грамоты сам же и подделал. Он анализирует конкретный случай. Была подделанная грамота английского короля и он показывает, как он это делает. Находятся признаки подделки, но в общем они очень не так легко найти. Дрейер очень искусен. В общем-то мог в принципе и подделать. Я думаю, что вы понимаете, почему меня этот вопрос в романе. С такими мы остаемся возможностями решить этот вопрос. Свидетельства историков, как мы видим, везде немножко скользкие. С обеих сторон есть свои не только научные мотивы. Петербургская Академия наук, конечно, признала его подлингом. Все-таки, наверное, это определенный факт, хотя достаточно твердый, хотя даже и в нем есть какие-то шатки. Спасибо. Рост вопросов можно комментарий. Нет, у меня такой вопрос, то есть речь идет о возможности классификации самого документа, то есть самого грамоты, а не самого договора. Грамоты, конечно, второй экземпляр. То есть первый, да, есть еще проект договора. Исторический факт не подтвердается сомнению. Второй экземпляр, который уже так врос в историю нашей Академии наук, было бы обидно, если бы это оказалось. Да, его, значит, с точки зрения, его надо скуря сомнить. Это для нас важно, практически. конечно, но это имеет исторические последствия тоже, потому что когда вот уже в 2000-х годах этот второй документ опять как бы вот выплыл эту научную тему, дискуссию, это было важно, что ведь договор 1269-го года, как мы знаем, значит, оригинала нету древнерусского, и там большая довольно дискуссия, вот почему об этом и беспокоится, большая дискуссия, был ли заключен вообще этот договор, и у нас есть только да, или это только проекты, которые не были никогда введены в юридическую силу, были только косвенные, с моей стороны я предлагал косвенные, то есть языковые различного рода свидетельства, которые говорят о том, что он не мог быть ничем иным вот этот вот первый языковский список, как переводом в древнерусского, а если существовал древнерусский, так это и был договор, почему я считаю, что это неизвежный факт, что это следствие достаточно жесткие и доказательные, можно почитать моих опубликованных работах, а вот второй факт, что если существовало больше одного, то это еще очередное доказательство, потому что именно города, которые, такой аналог тоже есть в немножко более поздней истории, в 1392 году в Ребеле создается два экземпляра тоже одного и того же договора Нибурого мира, и они немножко различаются по виду и по формулировке, но это отдельные переводы одного и того же древнерусского договора тоже. Это мое предположение, оно может быть неверно, поэтому я признаюсь, что существование двух немножко несовпадающих документов при анализе в чем несовпадение позволяет сделать такое предположение, что один из них чисто функциональный фиксирует информацию для юридического использования, а второй является таким представительским текстом для ознакомления города и так далее, в связи с этим он немножечко переформулирован очень мягко. Тогда наличие более чем одного немецкого списка как раз должно как-то быть привязано к тому городу, где это происходит. Если до 14 века это любят, то для 13 века это ревель, то для нашего времени это как раз любят. Поэтому две любитские кодпы. Валидность второй копии в данном случае тоже должна наслужить дополнительным доказательством того, что это в списке заключенного действующего договора. Спасибо. Владимир Анатольевич в отношении русской истории нет, на мере не отшли структулась. Это первый вопрос, а второй вопрос речь не отшли отшли в иллюстрированы в тех материалах, что имеется в виду под иллюстрации. Я сейчас тоже посмотрю на это слово, может я что-то забыл, нет, ни о каких иллюстрациях, речи, конечно, нет. Ну, надо посмотреть просто. Я посмотрю, если можно, в перерыве посмотрю. А первому вопросу здесь очень много людей, которые могли бы на это ответить. Да, целый фонд 1390-го года называется «Русские грамоты Ганзейского архива». Или, наоборот, «Русские грамоты Ганзейского архива». То есть это можно понимать так, что, действительно, как Вы говорите, были выделены те грамоты, это экземпляры, принадлежащие им общему Любеку, конечно, как партнёру Новгорода в то время. Но Возвука не относится к истории самого Новгорода, а никаких других документов аналогов не сохранилось. Вот они были, конечно, под этим аргументом и сохранены. Но там же целый перечень документов о переносе инстанции, апелляционной судебной инстанции ЧАС. Из ВИСП и в Любек. И там что-то их штук 15 грамот, где все города подписываются под этим. В общем-то, это правда не является прямым документом, относящимся к самому Новгороду. Это, собственно, и грамзийские дела. Так что, да, Вы правы, как Вы тогда планировали и начали эту деятельность. Так вот это и выглядит. Я примерно вот это вижу, как оно и выглядит. Плюс ещё какие-то не непонятные причины, даже при чём это было. Там был пременный гамбург, очень приятный. Гердеевский архив, так называемый гердеевский архив, включался и правда не только из Дубри, но и из Гердеевского премиона. Ну вот этой древности ни премиона, ни гамбурга нет, только любитский. Его же забрали. Его же и Зюбер забрали. Ну да. Если этот вопрос связан вообще с, как бы сказать, с путями и маршрутами, которые двигались в перемещенные ценности, честно говоря, мне не попадается, чтобы любят, что перемещался бы вместе. Два вопроса. Первый. Нет ли подделок среди других вещей, которые Дрэев дарил другим обществам? Вы не занимались ещё этим вопросом? Нет. Я узнала вас про печати. Какие-то совсем другие специалисты должны, наверное, посмотреть. То есть витературе не упоминалось, что это подделок? Можно покопаться, да. Но в связи с нашими грамотами я боюсь, что у нас, кроме почерковической экспертизы, уже ничего нет. Вот это второй вопрос. У нас как раз урока в Санкт-Петербурге самая сильная школа в изучении подданности документов. Вот. Нет ли смысл работать с этими, где-нибудь, с этими и так далее, и попробовать. Потому что, например, даже анализ чернил. Если, например, это железо-головые чернила, они ничего не дадут. А если это овощные чернила, то легко можно получить дар. Ну, там всё-таки и цветные унициалы, там есть чего поизучать, наверное. Вот. Поэтому, мне кажется, это самый простой способ установления. И надо почитать ещё остальные работы по классификациям драйвера, да. Там штипульки, факты, наверное, тоже подвигаются. Но пример, как вы видите, он думает, что он, может быть, даже писал сам, если он, собственно, рукой писал. Спасибо. Ему почерк хорошо известен. Вот такой светский как бы почерк, современный ему почерк драйвера хорошо известен, как он писал нормально в своём собственном качестве. Также, кстати, у меня крошечный комментарий в отношении к коммуникации. Да. Как здесь совершенно несомненное значение в коммуникации, которую вы предположили, потому что соотношение металл и коммуникацию совершенно популярное. И в серии с XVIII-XII века, в серии публикации Академии наук, она называется «Металлем де Академии т.д.т». Да, конечно. И мы знаем это просто, как сказать, перевод этого термина, мы знаем в нашем отрекозе научных, как известие Академии наук. Вот и АРС, это, собственно, был не последний металл. Конечно, просто есть контексты, которые заставляют думать об этом в более конкретном смысле, к сожалению. Потому что вот саму подаренную грамоту он тоже развеет. Это трудность некоторой, да. Но если останется результат свидетельств там, о чём вы говорите, то есть более широкому такому переносному, можно сказать, смыслу, то тогда ослабнет наши претензии. Пожалуйста, ещё вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.